Здравствуйте! В эфире «Город Эс» и Татьяна Дмитриева. Время школьных каникул – основное время проведения ремонта в образовательных учреждениях. О том, какова специфика ремонта школ и детских садов, какие новые образовательные учреждения готовятся к открытию, мы и будем говорить сегодня с заместителем руководителя Департамента образования «Самары» Владимиром Бачковым. Если вас волнует эта тема, наш телефон 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Владимир Иванович. Скажите, пожалуйста, действительно лето – это основное время проведения ремонтов? Или это просто так кажется? Нет, вам совершенно правильно не кажется. Действительно, летом – это то самое время, когда можно зайти в образовательные учреждения и в цели безопасности, так сказать, провести, то есть выполнить ремонтные работы любой сложности, когда образовательный процесс приостановлен. Скажите, пожалуйста, всегда интересно было узнать, какая у нас образовательная база, материальная, так скажем, в виде учреждений, объектов каких-то социальных. Сколько она насчитывает? Город Самара большой и по территории по численности, ну, если говорить в сравнении. Вот на территории городского округа находится на сегодняшний день 412 образовательных учреждений. Из этого количества – это 161 общеобразовательная школа, 184 дошкольных образовательных учреждения, 69 учреждений дополнительного образования. Ну, после реструктуризации мы несколько лет подряд последние укропняли образовательные учреждения путем присоединения детских садов к общеобразовательным школам. И вот еще нужно сказать, что в этом количестве где-то порядка 26, если мне память не изменяет, это дошкольных отделений при общеобразовательных школах. 412 учреждений. Нужно понимать, что это 412 кровель, 412 пищеблоков, системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, масса инженерных систем, плюс это прилегающие территории огромные, ограждения, малоархитектурные формы, спортивные площадки. Поэтому в процессе подготовки к новому учебному году все это надо привести в соответствующее состояние, отвечающее всем требованиям нормативов Роспотребнадзора, Госпошнадзора. А как бы вы оценили... Да, мы всего лишь... Три месяца. Ну вот так вот, если брать. Два с половиной месяца. Даже два с половиной. Да. Как специалисты вы могли бы оценить в процентном отношении состояние учебных заведений? Вот хорошее оно в скольких процентах, плачевное какое-то? Вот как нам вот понять картинку вот эту? Я понял вопрос. Говорить о том, что оно в плачевном состоянии, естественно, я не буду. Потому что ежегодно при подготовке к новому учебному году создаются комиссии, которые оценивают состояние образовательного учреждения, его готовность к началу образовательного процесса. В состав комиссии, то есть организуется штаб ежегодно, буквально вот в следующую среду, 3 июня, мы проводим уже первые заседания такого штаба, куда входят представители вот тех надзорных служб, о которых я сказал, Роспотребнадзор, Государственная пожарная инспекция, представители МВД. И комиссионно оценивается состояние. На моей памяти такого, чтобы мы не открыли к 1 сентября школу из-за того, что у нее что-то не так с ней, да, такого, конечно, нет. Ну, по крайней мере, не было. Поэтому говорить о том, что в плохом состоянии наше учреждение, я не буду. А вот когда школа нуждается в капитальном ремонте, это разве не плачевное состояние? Это как-то по-другому называется? Вот как вот понять, опять же, если школа идет под капитальный ремонт, какое у нее состояние? Вот за последние годы, я, наверное, сейчас вот вам назову, это где-то с 2010-го, может быть, с 2009-го года, в 2009-м году мы организовали межведомственную администрацию городского округа, организовала межведомственную комиссию, которая занималась как раз оценкой, визуальной оценкой технического состояния несущих, ограждающих конструкций образовательных учреждений, инженерных систем. Мы обследовали практически 100%, да не практически, а 100% наших образовательных учреждений. Как раз в то время появилась такая тема по закрытию образовательных учреждений. Напомню вам, что была закрыта 95-я школа на проспекте Кирова в связи с техническим состоянием. Под капитальный ремонт, под комплексный капитальный ремонт была поставлена 27-я школа в Красноглинском районе, в поселке Управленческий. 83-я школа в промышленном районе. 35-я в Советском. И это вот, я называю, те самые образовательные учреждения, в которых действительно состояние, как вы говорите, было плачевное. Это и огромный физический износ инженерных систем, инженерных сетей, которые за собой тянут проблемы там и с фундаментами, и с трещинами в стенах, потому что откуда у нас берутся трещины? Это либо льется сверху, либо затапливает подвалы. Вот. Была проведена, конечно, огромная работа. Забыл сказать про 81-ю школу. Да, она как-то на слуху. Вот почему-то проблемная. А в чем там проблемы? Проблема в том, что если вот в тех районах, которые я назвал, поблизости имеются образовательные учреждения, и мы как-то смогли безболезненно, ну, относительно безболезненно, образовательный процесс, то есть этих людей, этих преподавателей, этих учащихся перевести в близлежащие школы, чтобы они как бы не прерывали образовательный процесс, то школа 81, самая главная проблема в чем? Центр города. Рядом не так много учебных заведений, да, куда это можно перенести безболезненно. Наши школьники учились, старшие классы заканчивали, проходили обучение по договоренности с Министерством образования в энергетическом техникуме. Начальная школа, в 12-й школе, у которой тоже много лет стоял как бы незавершенный строительством пристрой, и мы его ввели вот в прошлом году. То есть вот эта проблема 81-й школы. Ну и, естественно, очень длительный процесс проектирования самого капитального ремонта. Вы помните, ну, если кто-то не помнит, напомню, что изначально планировалось демонтировать полностью это здание и на его месте построить новое, современное. Но, к сожалению, вот та зажатость, да, отсутствие земельных участков, на которых возможно строительство по существующим санитарным нормам, но новой школы, она, к сожалению, в этом случае не сработала, потому что земельного участка нет, поджимают нас жилые дома, управление чрезвычайных ситуаций и прочее, прочее. Вот. А проектировщики, насколько мне известно, поскольку заказчикам по этому объекту по компетенции был определен Департамент строительства и архитектуры, вот, ну, мы с ним очень плотно в этом, в этой сфере работаем, поскольку объект-то наш. Вот. Вот. Был предварительно проведены предпроектные проработки вот этой новой школы. В результате получилась смешная ситуация, что построить можно было новую школу, там порядка что-то до 100 учащихся. Если до закрытия на обучение в ней проходили, там порядка 500 школьников. Вот. И в результате вот этих вот всех историй было принято волевое решение ввести ее в эксплуатацию путем капитального ремонта. Буквально сегодня утром там прошло совещание очередное. Мы пообщались с подрядчиками. Присутствовал первый заместитель главы администрации города Кудряшов, Кудряшов Виктор Владиславович, представители Министерства образования. В этом году мы не планируем, а введем эту школу. В этом году это вы говорите в новом учебном году, да? Вот это подразумеваете? Ну, там надо тоже понимать, что контракт у подрядчика заключен на условиях завершения работы до 1 декабря. Но, понимая социальную важность объекта, да, и как бы пристальное внимание и губернатора Самарской области, и главы города, подрядчики на сегодняшний день делают все, чтобы запустить ее, открыть двери к 1 сентября. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Сами вот смотрите, насколько они относятся к вашей деятельности. Давайте попробуем. В дневном пансионате 84 Кировского района собирают с родителей по 35 тысяч на ремонт. Когда прекратятся такие поборы? Вот это к вам имеет отношение? Вы сможете как-то вот ответить на этот вопрос? Ну, почему собираются на ремонт, наверное, ответить не смогут. Вообще это законно? Я не могу вот это утверждать, потому что есть разные формы как бы внебюджетных поступлений, да, это и ассоциации родителей, и прочие какие-то вот организационные такие моменты. Не знаю, как обстоят дела в пансионе 84, но нужно понимать, что, как обычно, денег маловато, а потребности большие. То есть, чтобы... Это не оправдывает, да, по таким, такие суммы, что с родителей собирают. Не могу никак прокомментировать, к сожалению. Ну, раз уж мы коснулись с такой вот финансовой темой, скажите, пожалуйста, как долго вы работаете уже вот в финансовом управлении? Я хочу узнать, как меняется тенденция поступления денег вот на такие цели, ремонта школ. Ну, я вам... Мы не будем... Их становится меньше, потому что мы знаем, что экономическая ситуация как-то хуже, да, потому что все мы говорим, что сейчас кризис и так далее. А сегодня что? Ну, вот вы знаете, я бы ответил так. И руководство страны, в принципе, делает заявление, что даже вот в условиях тяжелого экономического кризиса государство все свои социальные проекты оставляет без изменения. То есть финансирование на них сохраняется. Могу сказать так, что вот далеко там назад не будем заглядывать, что последние вот три года у нас финансирование, благодаря, кстати, в том числе и субсидиям областного бюджета, оно достаточно серьезное. Не сократилось? И 15-й год ничем не отличается ни от 14-го, ни от 13-го. Ну, это обнадеживает. Кроме того, мало того, мы вот еще в этом году у нас появился... Вот-вот появится дополнительный источник финансирования. Это связаны работы с подготовкой нашего города к чемпионату мира 2018 года. Я уже говорил, что у нас очень много учреждений, в том числе некоторые учреждения, особенно в центре, в историческом центре города, они находятся в объектах, являющимися объектами историко-культурного наследия. Это осложняет, да, намного? Это осложняет, но вот в этом году, в прошлом году мы провели дополнительную работу, разработали проектно-сметную документацию. Там сложная система проектирования, согласования с Министерством культуры, допуски и прочее, прочее. Мы вот сделали, провели такую работу. И в этом году надеемся, что вот на следующей неделе попадем в перечень Министерства культуры на выделение нам в этом году субсидий по четырем нашим объектам. То есть еще четыре школы, четыре образовательные учреждения будут отремонтированы как памятники. А что это такое? Это кровли, красивые фасады зданий. Да, и ремонт удорожается, да? Да, объем средств общего, годовой, он увеличивается у нас почти на 100 миллионов рублей, благодаря вам. Понятно. Ну вот у нас лето 2015. Скажите, пожалуйста, сколько школ вы запланировали за этот сезон отремонтировать, детских садов и так далее, чтобы нам тоже представлять объем работ? Или вот у меня такое представление, что как только лето начинается, школа закрывается и начинается вот ремонт, ремонт красят, что-то все все ремонтируют или нет? Это только видимая часть, такая, знаете, прямая, финишная, прямая, длинные, кропотливые работы с начала года фактически. Даже не с начала года, а с даты принятия бюджета городского на текущий год. Потому что после того, как Дума принимает решение об утверждении параметров бюджета, здесь как раз включаемся в процесс мы. Мы готовим план капитального ремонта. Я уже сказал, что в учреждении много денег, как обычно, не хватает. Поэтому очень скрупулезно подходим к самому этому процессу. В течение ежегодно наши специалисты проводят мониторинг технического состояния образовательных учреждений, кровли, инженерные сети, теплоснабжение, благоустройство территорий и прочее, прочее. У нас есть база, которую мы уже вот, сколько я работаю в департаменте образования, мы ведем состояние. У нас есть предписания тех же самых надзорных органов. Кое-где появляются и судебные решения, там, где мы не успеваем просто отреагировать на предписания. Есть... Это понятно. Подготовка к проведению ремонтов, это все понятно с финансовой стороны. А вот зрителям, мне кажется, интересно, вот действительно, в этом году сколько школ будет отремонтировано на капитальном ремонте. В этом году, смотрите, у нас в этом году подвергнутся капитальному ремонту, но мы его называем выборочный капитальный ремонт, потому что это не капитальный ремонт всего здания, это комплексный. Выборочный, отдельно кровля, там, замена оконный блок, пищеблок, там, спортивный актовый зал, прочее, прочее. Вот таких объектов у нас в этом году школу 83, плюс 35 детских садиков, плюс два учреждения дополнительного образования. И сейчас вот мы завершили подготовку наших семи летних оздоровительных лагерей. Буквально с первого июня, с понедельника у нас начинаются заезды туда на летний отдых. Это вот то, что касается работы. А все школы планируются открыть к первому сентября после ремонтов? Конечно. Да? Потому что бывает иногда ситуация, что-то там затягивается. Все будут открыты к первому сентября. Следующий вопрос от Ольги Валерьевны. В 47-й школе Кировского района начали капитальный ремонт спортивного зала. Заказчик департамента строительства архитектуры города. В данный момент все работы брошены. Когда ремонт будет закончен? Вот вопрос курирования. Деньги поступили, ремонт начали, все остановили, и теперь никто не разберется, где строители, когда все будет закончено. А у вас есть контрольные функции вообще в вашем департаменте? Конечно. По моей, я уже не знаю, откуда у Ольги Валерьевны информация о том, что работы брошены. На самом деле объект, если мы говорим о спортивном зале, кстати, спортивный зал, возвращаясь к предыдущему вопросу о изменилась ли ситуация, он был много лет закрыт, то есть не функционировал. В связи с тем, что там были нарушения в несущих способностях стены, там трещины какие-то, постоянно проваливалась кровля. Ужасное состояние было, когда я первый раз это увидел. И вот несколько лет назад, ну буквально два года, наверное, были выделены деньги бюджетные. Заказчиком по этому объекту действительно выступал департамент строительства и архитектуры, и насколько мне известно, ремонт там был закончен как раз позапрошлым году. Другое дело, что после того, как оттуда ушли строители и работа была сдана, масса нареканий от администрации школы приходит и в наш адрес, и в адрес заказчиков, и в адрес департамента строительства. Соответственно, они транслируются дальше подрядной организацией, потому что у него в контракте прописано двухлетнее гарантийное обязательство, двухлетнее гарантийное обязательство. Вот. Я знаю об этой проблеме. Разбираемся мы, проводим совещания. Ну, думаю, что к первому сентября мы, да не думаю, уверен, что к первому сентября мы эту ситуацию разрешим. Да, ну вообще вопрос контроля, да, когда выделяются бюджетные деньги, он очень серьезный. По многим статьям. Расскажите вот немного подробнее об этом. Как вообще контроль осуществляется? Да. Несколько лет назад, надо сказать, чтобы зрителям тоже было понятно, что вот в рамках того законодательства в сфере государственных муниципальных закупок, это 44-й знаменитый закон, функции заказчиков несут на себя сами образовательные учреждения. Но мы-то с вами понимаем, да, что директор образовательного учреждения, там, директор школы или заведующий детского сада, она, ну, небольшое отношение имеет к строительным работам, да, как профессионал. Ее дело воспитывать детей, обучать. Вот. Поэтому несколько лет назад было создано муниципально-бюджетное учреждение, оно называется ресурсный центр социальной сферы, где были как раз собраны специалисты в области строительства капитального ремонта. Проектный отдел создан, и вот это вот учреждение, оно как раз взяло на себя функции, во-первых, помощи в подготовке проектно-сметной документации перед тем, как все это начинается летом, и технического надзора за ходом проведения ремонтных работ. То есть, как я уже раньше выше говорил, после того, как мы получили бюджет, после того, как мы сформировали план капитального ремонта, согласовали его с депутатами городской думы, специалисты выезжают на объекты, то есть есть перечень этих объектов, есть виды работы, есть приблизительные суммы, которые выделяются на те или иные работы. Наши специалисты ресурсного центра выезжают на объект, проводят работы по обмеру, то есть определению объемов ремонтов, вот, составляют дефектные ведомости, сметную документацию, проектную документацию, то есть тот комплект необходимой документации, который в дальнейшем заказчик образовательного учреждения выставляет на торги. По 44-му закону путем аукциона определяется подрядная организация, выигрывает, и после того, как подписан контракт, в соответствии с соглашением между ресурсным центром и образовательным учреждением, эти специалисты осуществляют контроль выполненных работ и ставят свои визы по выполнению этих работ на актах выполненных работ, актах приемки и сдачи. Подскажите, пожалуйста, а роль депутатов во всем этом, вы сейчас упомянули депутатов, она какая? Роль депутатов велика. Да? Конечно. Потому что, казалось бы, к строительству финансирования. Да. Но вот тоже роль депутатов велика, естественно, потому что спокойно они нам жить не дают, но это и правильно, они для этого и выполняют свои функции. Они нам указывают на те, может быть, моменты, которые мы там где-то не досмотрели, да, не обратили внимания. Вот. И после того, как бюджет принят, опять же, несколько лет назад, буквально, наверное, три года, мы совместно с депутатским корпусом, между администрацией и депутатским корпусом подписали соглашение, регламент о формировании, согласовании титульного списка капитального ремонта. Это вот как раз тот план. Да. Понятно. И ежегодно, в конце года мы начинаем проводить встречи со всеми депутатами по всем округам и согласовываем объекты, которые находятся на территории. То есть вот от позиции депутата зависит, будет в первую очередь их там школа, на их территории отремонтирована, есть что-то такое, да? Или там на другом участке? Это тоже вот от них. Ну, зависимость, конечно, есть, но она, конечно, не сто процентов, потому что мы свои доводы тоже приводим. И спасибо огромное депутатам, они нас слышат. Вот. И последние три года мы буквально в течение там двух-трех недель согласовываем этот титульный список. Я помню, времена просто были, мы в мае месяце только выходили на титул, когда уже должно быть все отыграно. Были такие проблемы, да, я помню. Скажите, пожалуйста, есть у нас в городе территории и районы, которые остро нуждаются не то, что в ремонте, да, каких-то уже объектов образовательных, которые есть, а в строительстве. Вот у вас есть такая информация? Будет у нас что-то построено, строится в ближайшее время? Ну, я вам, во-первых, хочу сказать, что, конечно, за последние годы у нас, если, давайте так вот, последняя школа, да, в городе Самаре, новая школа была построена и сдана в эксплуатацию в далеком 1998 году. Это школа номер 178 в промышленном районе. К сожалению, после 1998 года ни одной школы не введено в строй, но у нас сейчас есть замечательный задел. Это в поселке Волгарь строится новая школа, и буквально месяц назад был заложен первый камень в фундамент новой общеобразовательной школы в поселке Красный Пахарь, что ли? Кошель в проект. А, ну вот, это другое. Самый большой детский сад. А детские сады, скажите, значит, две школы заложены. Это я вам только про детские сады сказал, да. А то, что касается детских садов, здесь картина более оптимистичная. Да, потому что мы, опять же, наверное, за последние два-три года ввели порядка, сейчас вот не помню, порядка шести детских садов строить, то есть новые детские садики. Буквально, вот опять же, где-то месяц или две недели назад введен в строй детский сад на улице Горной, на Солнечной улице появился новый современный детский сад. А строительство планируется? Вот у нас Южный город. Это строительство, я говорю. Планируется. Да. Ну, в Южном городе там вообще отдельная история. Там и весь поселок застраивается с учетом социальной инфраструктуры, в том числе и школы, и детские сады. Но тут уже, наверное, вопрос больше к моим коллегам из департамента строительства, потому что они занимаются там отводом земли, и вот такими функциями департамента образования все-таки капитальный ремонт. У нас остается не так много времени. Скажите, а специфика вообще проведения ремонта вот в образовательных учреждениях, она какая вот основная что, какая специфика? На что обращается внимание? Коротко очень. Ну, вы имеете в виду, какие виды работ или что? Ну, когда образовательные учреждения ремонтируются, то что важно, самое важное? Самое важное, чтобы ремонты были закончены в первом сентябре. Вот. Ну, вот это я хотела услышать. Спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир, рассказали о том, как ремонтируются учебные заведения города и детские сады. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. Я прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова